Продолжение следует... И не такая уж общежитая катастрофа была, как мне дописали. Какие данные? А вообще техногенные как-то не могут? Мне рассказывали участники испытания оружия массового уничтожения, что перед взрывом собаки воют за несколько дней до взрыва. Скорпионы на символическом полигоне вылезали из нор и убегали перед взрывом. Хотя это военная тайна, когда взорвут. Так что животные чувствуют. Я знаю, что на Кубане несколько лет назад был аварийный сброс воды с кубанской гидроэлектростанции. Стопило несколько станиц. Оказывается, за день до этого кошки и собаки убежали из этих станиц. То есть они знали, что люди совершат такую ошибку. Так что токтенки тоже предсказываются. Много фактов в пользу подтверждения этого информационного поля. Кроме того, человек же может схватывать тоже эту информацию. Даже когда она ему не нужна. В какой-то степени. Спотанно она может схватывать. Я знаю такие случаи, когда человеку не нужна эта информация, а он ее получает. А вот когда вы многие в Кабритане стали фиксировать снежного человека? Ну вот данные те самые свежие. Это вот 2-3 года назад. А если предположить, что их не было там, то как они там появились? Нет, я думаю, что они были и раньше. Были и раньше, просто мало. Просто не обращали на это внимания. И мало очень. Понимаете, все-таки публикации на эту тему они тоже как-то стимулируют. Потому что я вот сам несколько раз сталкивался. Вот я читаю экологию. У нас официально была лекция «Нерешенные вопросы современной биологической науки». Я рассказываю о снежном человеке, и каждый раз ко мне подходит, если там человек 100, 1-2 подойдут. И обычно так говорят, знаете, а мы видели. Но мы боялись сказать, а вот теперь, когда мы услышали, что это все-таки серьезная проблема, мы вам докладываем. Это статистика более-менее стабильная. Когда 100 студентов есть, 1-2 из них скажут, что они видели. А есть ли такая статистика по всему миру, где больше всего фиксируется снежный человек, и где меньше всего, или где вообще их не фиксируется? Ну, в общем, закономерность такая. Вообще не фиксируется там, где не может физически прожить в лекопитающем Антарктиде, в Греландии они не фиксируются. А вообще схема такая, что в общем и целом, что еще Порфник обращал внимание, чем больше антропогенная нагрузка, тем меньше вероятность зафиксировать это существо. И обычно оно фиксируется там, где минимальная нагрузка, или там, где градиент нагрузки, где она снижается. Вот, скажем, по нашей стороне больше всего все-таки случаев зафиксировано, это начало 90-х годов. То, что народ называл катастройкой, когда были заброшены поля, остановлена промышленность, и тогда чаще всего он стал подходить к населенным кутам. А места? Это Кавказ, наверное? Места, это места минимальной антропогенной нагрузки. Там, где ниже антропогенная нагрузка, но, естественно, там, где можно физически прожить в лекопитающем. Кавказ, да, Кавказ, Памир, Тяньшань, но до высот, где-то до 5 километров. Там на 7, на 8 километров, где уже физически не может прожить. Ну, тогда получается, что очень мало должно быть в Китае, в Японии и в других уст населенных странах. Ну, в Японии я ничего очень... Старые легенды есть в Японии. Китай все-таки страна, которая имеет большие свободные территории, на Тибете, он регистрируется, это вот в Восточной Китае. Так что логика такая есть. Но то, что в Англии, я не понимаю еще пока до конца. Вот Ленинградская область, скажем, сравнительно недавно мне рассказывали, недалеко от Рощина, там, собственно, что наблюдали, там вот трапперы говорили, ну, трапперы, специалисты по капканам, несколько раз фиксировали. Поймали, когда ставили капкан на лесу, обнаруживали, что тело лесы порвано. А вот тот руками взял и разорвал. Человек это не в состоянии сделать. Но не разгрызно, не разрезно, а именно порвано. Вот такое вот тоже мне рассказывали. А там регулярно все-таки чего-то вот в этом районе фиксируют. Но опять же, и по Карельскому перешейку, чем выше интерпогенная нагрузка, тем меньше регистрации. Сейчас-то все-таки много чего, и в Садоводство, и вот этот Нордстрим там идет. Сейчас поэтому практически исчезли сведения. Ну, вот тут четкая связь с деятельностью человека, наш антипод экологический. Про Монголию. Нет, в Монголии тоже, в Монголии фиксируется, да. Это, так сказать, еще Ефремов там кое-что записывал. У Пржевальского есть данные о Северном Китае и Монголии. Да, там большие территории. Там есть, то есть, вы можете посмотреть материалы комиссии Академии наук. Это конец 50-х годов, начало 60-х. Там Монголия упоминается. А присутствие птицефабрики, а может его привлекать? Ну, вообще есть сведения, что он подходит к местам, где выбрасываются, так сказать, объедки, те же там и дохлые курицы и так далее. По Псковской области тоже информация есть, но свежей нет у нас. Ну, да, несколько лет. По Псковской, там вот деревня Красная Горка такая есть. Ну, там я бывал там в этом месте. Я знаю эти места, да, эти сведения у меня есть. Каких-то новых данных о Чупакабре нет у вас? Ну, о Чупакабре новых данных, в общем-то... Я их мало занимаюсь, значительно меньше, чем... Да, я, честно говоря, не понимаю, что это такое, не могу объяснить. Единственное, может быть, вот иногда такая идея приходит. Ну, с нейро человека это психическая, я считаю, форма организации, сочетание биологического с психическим. Может, еще есть животное, которое тоже сочетает, то есть имеет и биологические, и какие-то психические свойства. Может быть. Ну, я не знаю, что такое Чупакабра, не могу сказать. Ну, у нас социальный разум. У животных нет социальности, они понимают, что мы социальные организации, тем не менее, они тоже выживают, или в другой разуме. Есть еще энергетические такие вот структуры, и огни их называют, светящиеся, о чем на позже Олег Тима, Герштейн рассказывал. И есть данные о том, что они тоже о разуме уродают. Ну, здесь мы не имеем ни теории, ни гипотезы, только предположения. Вот тоже целое направление, которое изучают. Так что тут. Вы можете пояснить, вы говорите, что человек – это социальная организация, социально-биологическая. Социально-биологическая. А что вы имеете в виду, когда говорите, что животные, ну, животные, то же, что социальные отношения там, как бы они же не живут, и каждый вот, там по себе есть, какие-то там стоят. Что же это социальная организация? Те же влияния, то есть это же не человек, но не видит социальная организация, они как-то распределяют в свое сообщество, или это что-то другое? Нет, это что-то другое. Это, ну, между прочим, социальная биология по-английски – это биология социальных мазекомок, там, кучел, муравьёв и так далее. Я социальность понимаю, ну, как наше дело, как больше не понимал, что социальность – это наличие, по-первых, материальной культуры, во-вторых, члены раздельной речи, в-третьих, огонь и другие источники энергии, и в-четвёртых, постоянная тенденция к научническому прогрессу, к усложнению материальной культуры, информационного обмена. В своей совокупности ни одно животное этим не обладает. У них есть просто социальная организация, ну, скажем, вот, плотины бобров, там, гнезда птиц, такие элементы, но это просто социальная. Ни одно животное не пользуется энергетическими источниками, ни одно животное не пользуется огнём, ни одно животное не имеет членораздельной речи. Причём есть, что обезьян, вообще говоря, можно выработать некие социальные элементы, обезьяна, наверное, можно научить на компьютере работать, ну, примитивно. Она может это делать, но не хочет, у неё нет внутренней тенденции к этому. Вот, поэтому в совокупности это всё только у человека, и мы за всё это оторвались с окружающей среды, вот даже вот мы сидим, мы изолированы наши одежды, изолированы стенами домов, там, и так далее, от окружающей среды, мы уже вышли из этого. Вот, мы сохранили биологические свойства, вот, мы обезьяны, мы так припитаемся к обезьянам, там, вдыхаем, сиротка, дыхаем, без кислый газ, вот, но мы уже потеряли очень многие биологические черты, даже при этом. Поэтому мы социально-биологические существа, у животных, в зачатке есть социальные, коллективные формы, это зачаток с вами, но это совсем другой уровень. Ну вот генетика, такие немножко спорные данные по ДНК есть, о том, что он очень визг, и там рассказывали опять же американские данные, такая Мель Бакетчев, американский биолог, ну, у нее вроде более большие куски были, у нее там, стульки вроде волосяные были, ну, она считает, что там где-то половина абсолютно человеческого есть, а половина второй габлоидный набор какого-то другого существа, ну, это на ее совести, я не знаю. И еще были очень интересные данные, но это оно, в конце прошлого века, еще сделанное, вот по изозимному спектру белков соединительной ткани этих волос было, это тоже, так сказать, выход на генетику, и там получилось, что вот спектр основных белков соединительной ткани промежуточный между человеком и обезьянным. Вот такие данные и более недостоверные. Вот, но, к сожалению, никто еще не получил большого пуска ткани, который позволял бы ДНК серьезно изучить. Так вот, все, что есть, я вам доложил. А вот такой вопрос по поводу, возвращаясь к Олхнецкому озеру, были неподвижденные сведения о том, что на дне озера есть проходы, водяные ниши, подземные озера. Не может показаться так, что животным не обязательно находиться в водной аквадрой самого озера, а может быть, оно мигрирует туда изологически и появляется тоже лишь временные данные. Ну, такие, я знаю эти данные, я знаю, что там недалеко из озера Лох-Мора называется, и там тоже вроде бы чего-то видели. Так что вот на уровне предположения это есть. Но все-таки, мне кажется, все это мало реальным, что целая эвпуляция в таком населенном месте была. То есть, скорее всего, все-таки это какой-то разовый был занос, который оставил себе легенду, потом эти легенды проявили. А откуда пора им не могут теоретически хотя бы жить в крупной амфирии? Несколько лет. Ну, 5-7 лет можно жить. Потом должно быть следующее поколение. А вот такой вопрос. Есть ли еще в мире такие айоры, как ХНЕС, да, вот, и данные на будение вот таких существ? Ну, Лабанкир. Ну, да, Лабанкир, Таймыр, озеро. Есть такие. Да, такие. Лабанкир, предположитель нашей Лабанкирской. Да, ну, Лабанкирская. В Америке вот озеро Чемплееринг есть, это граница между Канадой и США, там какой-то чудовищный рассказ наблюдали. А вот наши стратеги, расположенные в Таймыре, на Банкире, какие последние выписки? Вот, последние годы, честно говоря, ни на что не натыкался все, это довольно старые сообщения, еще в основном 60-х годов. А динозавры вообще, вот я уже говорил, крупные динозавры вообще сейчас не могут существовать просто по законам биомеханики, то есть, скорее всего, когда они были, силы тяготения было меньше. Мелкие динозавры, может, и живут до сих пор где-то в Дуне каких-то... В Африке, или в Африке. В Африке, или в Африке, или в Африке, или в Африке. В Африке, или в Африке, или в Африке. Применение стегозавра на стене храма топром в Камбодже. До сих пор никто не знает, откуда оно там взялось, что оно означает. Кто еще? Я хотела спросить, у Вас, может, несколько сочных вопросов по поводу международной организацией, о которой вы в самом начале говорили, которая занимается изучением внедрения животных в города, несложенных для них. Я хотела спросить, во-первых, касается ли это только животных, Или, может быть, о прорастении тоже что-то аналогичное, какая-то тогда стоит? И какие вот существуют гипотезы, что ли, вот объяснения этого? Нет, ну это и Куб Интернешнего конгресса Форбен Песс, он был основан именно в Бирмингеме, этой организации, но потом вот привела такой международный характер. У нас вот Песс-менеджер на Москве есть организация, как бы ее представили. Зонал издает такой Песс-менеджер, там часто печатают. Ну, в основном, конечно, занимается животными, насекомые, крысы и так далее. Ну, объяснение здесь, собственно, в чем? То, что прораста очень пластична, когда возникает свободная экологическая ниша, она не виной его заполняет. Это законы Вернадского, хотя западные ученые плохо знают законы Вернадского. Вернадский утверждает, что сумма жизни всегда стремится к максимуму. Если есть хоть малейшие возможности выжить, то живая природа максимально эти возможности использует. Вот, города тоже имеют возможности выживания. То есть огромное количество органики в городах. Вот, и в конце концов, в 20-е веке, я считаю, человек нанес булавочный укол в биосфере, булавку уколов. А теперь биосфера его лупит дубиной по голове за это. Вот, в какой степени человек уничтожил природу на территории больших городов, так сказать, урганизированных биоцинозов, природа, нужно было до некоторых животных несколько лет, нужно несколько десятилетий, нужно, чтобы адаптироваться к этим, по законам Дарвина, кстати, микроэволюции, по законам Дарвина. В конце концов, большое количество биологических видов нашли способы выживания именно в городской среде. И появляются все новые и новые биологические виды. Вот в юдной Германии сейчас попугаи живут, ну, волнистые попугайчики. Вылетели там с клеток и так далее, создали целые популяции. И живут в юдной Германии. Зимуют на чердаках. Так что, что угодно сейчас может быть. Микроэволюция-то идет. Кроме того, эти колебания климата в 20-м веке шло потепление. Вот, соответственно, животные теплолюбивые пошли на север. Сейчас, возница, похолодание пошло, но не очень значительное. Значит, опять миграция в животных идет. Вот, так что, вполне естественно, это объясняет в химикологии. Вот, а нам просто нужно думать, к чему это приведет. Вот сейчас ожидают новое нашествие постельных клопов. Вот уже вроде опять стали. Тараканы рыжие сократилось их количество. Зато увеличилось количество фараонов и муравьев, которые пошли на север. Велико от термита. В период потепления термиты стали распространяться по всему земному шару. На одного человека сейчас приходится три тонна термита. Вот они выбрасывают больше газа, чем все автомобили вместе взятые в атмосферу. Вот с этим приходится считаться, как-то моделировать, рассчитывать. Вот этим и занимаемся. А вот такой же вопрос, а имеют ли какие-то серьезные основания, легенды о русалках? В принципе, каково ваше отношение к этому вопросу? Я ничем назад в Копенгагене смотрел на русалку Андерсона, спрашивал у сотрудников музея Андерсона, использовал ли он какие-то реальные легенды. Ну, у моряков есть легенда. Понимаете, это довольно традиционный способ создания метических существ. Когда берут элементы реальных существ, собирают их в нереальные сочетания. Вот, то есть, в основе легенд русалки, да, наблюдение каких-то реальных малоизвестных животных. Мы, например, записывали такие легенды вот на Венлозере, такое Венлозеро есть в Карелии, недалеко от Петрозаводска. Ну, там много чего там вроде бы. Тарелка упала у него в 20-е годы прошлого века, это полгену, чем я знаю. И там каких-то уже существ наблюдали, похожих на русалки. Ну, я даже беседовал с свидетелями, зарисовывали, скульптуры даже делал того, что они могли видеть. То есть, конечно, есть, опять же, какие-то редкие животные, которые, ну, могли отдаленно походить вот на такое существо. Но, а то, что человек с рыбой не может соединиться в единое целое, это с точки лекологии, безусловно. Ну, во-первых, существуют тропические пирамиды, значит, когда увеличивается количество кошек, значит, увеличивается количество паразитов, которые живут в кошках. В частности, вот сейчас довольно серьезно распространяется апистархоз. Вот это гельминт, который живет в кошке, но может перейти и на человека. Вот, соответственно, на кошках живут блохи. Как бы там ни вычищать их, все равно количество блох может увеличиться из-за того. Потому что есть тропические связи определенные. И, кроме того, есть еще одна серьезная проблема. Это проблема полу-диких животных. Потому что иногда домашние животные выходят в окружающую среду и создают что-то промежуточное между домашним и диким животным. Ну, классический пример в Австралии дикая собака-динго. Она, в общем-то, полуволк, полусобака, но интеллектуально она даже сильнее. Она же, оказывается, выше, чем волк стоит. Вот, и это страшная проблема для Австралии. Там загрызают овец и так далее. Они против них сделали самое большое в мире сооружение, Великую Австралийскую стену за 6 тысяч километров. Вот, у нас в городах, у нас вот я вижу таких полу-диких собак, которые определенную опасность представляют. Сейчас у некоторых садоводствах они поедают домашних собак. И потом они не боятся людей, в отличие от волка. Вот, так что такие проблемы, безусловно, существуют. Но они объясняют существование законов экологии. Это можно прогнозировать, можно рассчитывать, что реально будет. То есть природа сильнее нас, она живет по своим законам. Мы должны их учитывать, но нарушить законы мы не можем. А изменение климата, судя по всему, чувствует у насекомые, да? Не именно насекомые. Ну, насекомые, они же, так сказать, зависят в большей степени от окружающей среды, чем млекопитающие. Они, так сказать, да, зависят в большей степени от климата. Млекопитающие больше имеют возможность адаптироваться. Вот, поэтому, когда шло глобальное потепление, термиты расширили своего областа распространения. Вот, потепление сейчас идет. Ну, кончилось уже. Ну, кончилось. Ну, сейчас другой процесс. Сейчас то, что, безусловно, чем, так сказать, ученые согласны, всего мира, повышается нестабильность климата. Вот это точно. Да, дергание. Да, туда-сюда. Насчет того, идет потепление, похолодание, однозначно у меня нет, но все-таки похоже, сейчас южное полушарие холодает. А мы находимся на стыке, потому что Арктика это все таяла, больше 100 лет таяла. Там шел выброс метана, метан создал шапку над Арктикой, и льды стали таять. Поэтому раньше нельзя было ходить по северному морскому пути, в 20 веке это стало можно, за счет таяния льду. Этот процесс продолжается сейчас, а Петербург как раз вот на стыке, там с севера тепло идет, с юга холода, как ни странно. Вот, нестабильность растет, и растет количество экстремальных ситуаций, наводнений, землетрясений, цунами, с начала века выросло в два раза. Почему, непонятно. Животные эти красоты предчувствуют. Спасибо, Ростаново, чуть подробнее про психо-физический аспект существования смертного человека. Значит, я считаю так, что вот есть четвертая форма организации материи. Философия признается не биологическое, а биологическое, психо-физическое. Есть это третье поле макромера. Наука признает поля микромера, сильные, слабые взаимодействия поля макромера, гравитационные, электромагнитные, правда и микрофтические формы, а математические они описываются. Но разные ученые с разных сторон подходят к тому, что есть еще какое-то поле, которое имеет энергетическое значение и которое может способствовать передаче информации и в пространстве и в времени, мгновенной передачи в пространстве, без поправки на скорость света, и передачи с известной степенью размазанности информации из прошлого и из будущего. К этому подходили разные ученые с разных сторон. В начале XX века такой профессор Мышкин из Нижнего Новгорода регистрировал еще одно какое-то поле. Наиболее известная персона, в многих исследованиях Николай Александрович Козырев, с которым я посчитал, но был знакомым, который называл это поле времени. И он считал, что поле времени это поле, которое объединяет всю Вселенную, в котором возможна мгновенная передача информации, в частности, в том числе телепатии, основанная на подключении к этому полю. И это поле обогащает энергетические звезды, они горят за счет того, что поле времени превращается в энергию свечения звезд. Ну, я уже считаю, что это поле также в планетах превращается в массу, поэтому Земля, по-видимому, все-таки увеличивается. Кроме информационное поле, через него возможно подключение к какому-то каналу информации, дополнительному. То есть, вот все наши случаи предчувствия, когда мы предчувствуем какие-то события, это подключение к этому полю. Но социальность наша, она гнушит это поле. Поэтому у животных, скажем, это чувствуют гораздо больше. Словно говоря, животные предчувствуют катастрофу. Ну, моряки говорят, что крыс выбегают с корабля, который утонет. Интересно, статистически это подтверждает. Это заверный, действительно, факт. Известно, что самолеты, которые упадут, корабли, которые утонут, в среднем менее загружены, чем другие. Количество случаев сдачи билета повышено на них. То есть, какие-то вот есть подходы. Но я считаю, что здесь один биологический вид, который максимально разнил в себе эти свойства. Вот это снежный человек, сохранив биологическую основу, это тоже обезьяна. Вот мы находим следы, она докажет, простите, и так далее. Но социальности почти нет, или в зачатке. Но вот есть максимальная способность подключения к этому полю. То есть, он гораздо лучше предчувствует будущее, чем мы, чем животные. Поэтому он практически не мгновим, будучи рядом с нами. Хотя это реально тоже объект биосферы. Вообще, я считаю, что это как бы запасной вариант. Если мы себя уничтожим в ходе кодеков катаклизма, ядерной войны, то он заедет на свое место. Что вполне соответствовать теории, да. Но что этот характер этого поля, я не могу сказать. С разных сторон ученые подходят, пока объяснить не будут. То есть, не зафиксировать, не определить, это поле и папа нет. Нет, где-то можно. Вот Николай Александрович Козырев сделал приборы, которые... Ну, вот это да, да. Да, там вот культивные весы, мости курицы. Ну, я вот сделал дома сверхлегкий маятник по схеме Козырева. А все-таки перед грозой он начинает колебаться. Я вот написал книжку, если хотите, вот альтернативная история, что будет, если человек уничтожит сам себя. Ну, как, в ходе фантастического романа... Продолжение следует... Продолжение следует...